Станислав Воскресенский встретился с представителями бизнес-сообщества. У нас все очень просто, удобно и доступно. Именно это, по мнению в Рио губернатора, должен знать каждый, кто решил заняться малым бизнесом на территории Ивановской области. Сейчас правительство региона готовит систему мер поддержки для предпринимателей. Эта встреча способ еще раз всех выслушать. На самом деле очень много разных субсидий по разным уровням, но не так просто их получить. Я имею в виду субсидии, прежде всего, не региональные, а субсидии федеральные. Вот мы хотим фактически такой, знаете, Яндекс.Такси сделать, чтобы правительство Ивановской области реально как Яндекс.Такси работало, чтобы это был очень такой простой коммуникатор системы мер поддержки, которая в стране есть, и тех предпринимателей, которые эти меры поддержки хотят. Обновленную систему, о которой говорит Станислав Воскресенский, обещают представить в сентябре. А между тем, препон и на этапе открытия своего дела, и уже в процессе работы много. Начиная с отсутствия поступательного движения со стороны власти на местах и заканчивая административным гнетом. Именно так бизнес-сообщество называет всевозможные проверки надзорных ведомств. То есть есть просьба какая, она уже не регионального уровня, а федерального, но может быть выйти из законодательной инициативы вашей, либо огласной думы о продлении каникул административно-надзорных, которые у нас были установлены с 16 по 18 год. Соответственно, в этом году они заканчиваются. И с 1 января у нас, в общем, да, начинаются, ну, могут начаться, скажем, плановые проверки. А ситуация у бизнеса легче за эти годы не стала, к сожалению. Многое в руках правительства региона, отметил Станислав Воскресенский. С инициативой на федеральный уровень в Рио губернатора готов выйти в том случае, если проблемы не получится решить на местах, как говорится, в ручном режиме. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.